здравствуйте у нас сегодня на обзоре легенда своего времени cycle magic deluxe возможно не все кто интересуется даже машинами даже видели хотя довольно распространенная машина а вот ее брат и близнеца в том числе и про которого пойдет речь в этом видео вы явно видели знаете на своей края три платформы похожи друг на друга но цель к гаги синхроне лоджик старая сайка magic и сайка рая этого три похожи друг на друга платформы причем по факту это даже как раз у них один и тот же чем интересна эта машинка но прежде чем сейчас продолжим кому хочет смотреть как она просто готовит для понимания тайминги будут внизу кто хочет перемотать да а сейчас начнем описание машины и так первая эта машинка хороша тем что она коммерческая в любом виде из этих трех моделей а там внутри еще очень много вариаций то есть на сайт рояль на память я припомню только 5 примеру да это классическая офисная версия digital версия который сам распространенным у нас здесь профессион версия капучино версия magic deluxe это был magic classic которых практически у нас не было да и вот то он мэджик делюкс и мэджик комфорт но комфорт это дисплей больше ничем отличался чем машинки вот эти хорошие во первых они жутко надежно то есть это машине 9 лет здесь не больше минимум 9 лет и вот сегодня впервые я смазывал на ней заварочный блок это раз то есть был сухой и тем не менее работал это конечно неправильно но они выдерживают большие издевательства то есть их поэтому они отлично смотрятся в офисе или в общепиток причем общепиток знаете из разряда никакой даже кафе а даже элементарно каком там условные шоурума конкретно magic это модификация была уже сделано чисто для офиса то есть вы если можете посмотреть участвуйте мою magic deluxe и сейчас появится фотография непосредственно saeco royal digital saeco royal digital является полным аналогом этой машины если придираться к тому что здесь нет дисплея ну есть magic комфорта который дисплей поэтому в техническом плане они полностью одинаково вот здесь доработан именно дизайн чтобы можно было поставить все-таки и домой кто хочет для дома до такую долговечную купить машины лет десять ей пользоваться без каких-либо вложений чистят накипи и все называется вот домашних условий вам даже заварший блок здесь не придется смазывать если вы купили уже подготовлены смазан за вашим боком настолько он долговечен еще какой моментик офиса безусловно то есть моя придирка к роялю рестайлинга еще более-менее а старый формат дорестайлинговый рояль он был вообще страшный мы же как раз с этим поработали и ее не стыдно было ставить в офис том числе и в приеме рояль зачастую стоят здесь тоже стоят в рецепшенах но они обычно стоят на долине где-то два два с половиной три метра и стоят так чтобы не сильно там выделяться хотя это конечно дело вкуса но вы можете выбрать для себя что вам больше нравится рояль или magic я считаю для дома или офиса magic предпочтительнее теперь переходим вообще в целом почему эта машина сказал что это легенда эта база под роялем она вообще одна из самых распространенных коммерческих машин у нас в россии ты и в европе из коммерческих машин вообще их не так много то есть мы можем выделить серию юра с с 7 с 9 или их предыдущей версии с 70 с 90 x с 90 и так далее сейчас картинки всего всех этих машин у вас возникнут задача коммерческих машин было следующее чтобы она не была такой огромный как супер автомат раз так что она не была такой дорогой как супер автомат это 2 здесь то есть коммерческая машина гораздо проще скажем так и дешевле и так вот вы увидели условно говоря ее главных конкурентов коммерческих и почему она была так успешно дизайн да вот тут на любитель но тот же самый magic я считаю лучше чем юра касается на рояль или юра но дело вкуса есть несколько момент во первых как я повторился это легкий уход то есть у saeco рояль съемный заварочный блок основные все части съемные спокойно промываются не требуют похода к ремонтнику и все что они требуют это декалцинация плюс обычно удобно легкие настройки не сказать что прям очень удобные потому что например крепость настраивается на машину а не на напиток как на юре но тем не менее то есть огромные свои плюсы у юры несъемный заварочный блок причем он не так легко доступен вот и подразумевает что вы не будете сами его снимать и так устройство машины очень простое внешне здесь контейнер для отходов здесь поддон причем профессиональные saeco они не наливают техническую воду в поддон просто так то есть что я отмечал или на домашних машин что много льет воды в поддон как и юры у saeco именно magic и рояле этого нет то есть там будет наливаться только то что вы будете проливать или сливать например из капучинатора это плюс то есть он редко наполняется но далеки большой далее контейнер для отходов на 30 порций у всех модификации в этом плане начать очень сильно выигрывать и того же самый юры например с 9 у которой отходы там на 15-18 порции хотя при этом большой бак для воды товарища бог находится с правой стороны отмечу момент на филипсах бывает что люди умудряются ломать на домашних то есть вариант saeco уже филипсах люди умудряются блокировать и как-то ломать за ваш блок когда пытаются достать его при невыключенной машинке здесь же как только вы откроете дверь отключится полностью система управления и вы можете любой момент достать до вашего как видите он здесь немножечко другой система та же самая что на маленьких машинах но все-таки он идет больше он меньше ест смазку и внешне вы можете найти отличие я вам сейчас рядом появится фотография современно заважившего блока на домашних машинах как видите они похожи система одна и та же но этот побольше и понадежнее здесь у нас регулятор помола 7 степеней при этом контейнер для зерен он кстати здесь 350 грамм легко снимается внутри находится два болта обычных крестовых и соответственно сейчас даже показывает нет смысла просто в том что вы есть их откручиваете вы иметь получаете доступ жена вам и вы можете переставить регулятор поменяв радиус регулировки помола объясняю вот смотрите вот сейчас у меня стоит самый минимальный помол для этого зерна он меня устраивает а теперь я например решил что я всегда буду пользоваться этим зерном и хочу немножечко подкорректировать ну или считаю что мне стоит слишком крупные настройки как я таком случае делаю я ставлю минимальный помол тот момент когда она работает молит выключаем машину очищаю кофемолку от зерна снимаю и откручивая два обычных крестовых винта далее снимаю силиконовый кожух сейчас что мы это видео делать не будем и все очень просто вот у меня сейчас этот регулятор стоял на единицы при самом мелком я просто аккуратно приподнимаю вытаскиваю из пазов переставляю на семерку и закрепляю после этого зала собираю всю кофемолочку и в результате получается что то что раньше было самым мелким помол у меня стало теперь самым крупным и дальнейшее движение будет еще уменьшать помол вот такой доступ легкий в рояле magic очень удобен также с этой же стороны у нас находится отсек для молотого кофе но когда вы покупаете рояль его может очень часто быть такое что вы купили рояль а там он стоит на двусторонний скотч или на супер клее это связано с тем что на заведениях особенно умные работники почему-то сюда спать зерно не знаю почему и когда людям сдают в аренду кофемашины или уже один раз намучившись подобным образом люди владельцы обычно ставят на клей или на двусторонний скотч чтобы никакие шлавливые ручки не попытались туда засыпать зерно и так дальнейшее устройство вот здесь регулируется не очень высоко надо сказать дозатор кофе и это есть одна из самых его главных причин непопулярности современного рынке что его сейчас стали меньше покупать но для обыча покупателя это хорошо снизилась цена дело в том что как раз вот такую чашечку вы можете спокойно поставить дальше возьмем еще следующую чашку наша любимая кружка советского человека для кофе 300 грамм 250 видите все нормально а вот это уже 350 грамм как бы вот так спокойно так уже не очень это все то есть высокий очень высокий стакан сюда не поставить и для дома она прекрасна но так машины разрабатываются для общепита она делала следующим образом первые свои разработки должны были заменить профессиональные рожковые кофемашины да потом выяснилось что даже самые лучшие автоматы не готовить так как рожок но тем не менее и то есть у вас должно должен быть стандартный набор питчер для сбивания молока и маленький питчер куда вы наливаете дозировку эспрессо чтобы потом перелить высокий стакан для латом и киата да уже где налито молоко ну на современные люди привыкли чтобы все делалось одной кнопкой чтобы все прям засунуть большой стакан подносик и чтобы все само приготовилось именно поэтому и сейчас стали брать меньше вот и цена снизилась и в принципе по рыночным условиям цена до 20 тысяч является самым приемлемым это до 20 тысяч их с руками отрывают раньше машины подобного класса в таком состоянии как вы видите сейчас да не идеально но близко к очень хорошему даже там 4 с плюсом они стоили порядка 30 по нынешнему курсу последние моменты по устройству кофемашины здесь находится подогрев на рояле он занимает чуть чуть больше места потому что рояль идет как бы прямой вот такой и подогрев занимает побольше повторюсь зато здесь очень большие кромки если будет сюда ставить чашечки даже большие у вас они точно не попадут со всех сторон что-то их поддерживает вот это мне нравится больше чем в рояле это раз во вторых а и в рояле и magic и deluxe saeco synchronic logic можно сказать сейчас очень редко то что есть то что сейчас практически не бывает современных машин это подогрев чашек и да можно сказать ну есть же вам ну так в дорогих кофе машина домашних подогрев чашек но к сожалению он либо пассивный либо он ленточный то есть когда у вас тонкая металлическая пластинка под ней лента тэна и как бы сам тенту он горячий сама пластинка но чашку можете плод передает очень очень плохо здесь настоящий бабушкины тэн скажем так то есть большая толстая которая хорошо передает тепло и держит пластина под которым находится самый настоящий нагреватель обычная такая вот привычный нам нагревать в общем прибор и при включенной он нагревает вот эта единственная машина с которым я лично которым я пользовался а пользуюсь я разным том числе например помните недавно был обзор на 10 30 который стоит 150 тысяч него но все равно никто так не греет как она про профессионально рожковой кофемашины конечно мы молчим это раз но кстати для тех кто кого важно да он отключается вот здесь кнопка подогрева включена или выключена то есть когда он горит он включен поэтому если у вас маленький дети или вы просто не хотите не пользоваться подогревом чашек его можно отключить и самое последнее о чем мы не сказали здесь идет два с половиной литра вот такой контейнер и надо сказать один момент учесть который мне не нравится несмотря на то что не 20 литров поплавок настроен таким образом что у вас очень много воды еще остается и лайфхарг очень просто поплавок подрезается если вас напрягает что воды остается много заберете прям и подрезаете его и ставите обратно ну и соответственно больше воды будет использовать последнее о чем надо сказать это капучинатор стандартных с ручным он идет так с насадочка такой она может быть пластиковая может быть металлическая суть не влияет внутри классическая сайковская панорелла вот как обычно вот такими вот насадками лично мне неудобно пользоваться и почти все ремонтники сбивают непосредственно этой частью как она сбивает посмотрим с вами дальше и так нажали кнопку включения как видите у нас горит то что машина включена горит подогрев тоже ключе подогрев но нами здесь ничего не горит то есть потому что машина еще не нагрета а состоит она управление стоит из следующих три вида черных кофе то есть которого можете сами задать по размеру приготовление пара если же просто мы откроем краник отсюда пойдет горячая вода есть нажмем пар и дождемся пока здесь загорится значок температура то может быть не спивать молоко это используем молотого кофе то есть грубо говоря эта кнопка отключает работу кофемолки и готовит из того что вы засыпали это техническая означает что дверь от что точнее дверь а что заварочный узел стоит неправильно или отсутствует здесь идет у нас значок декорцинации здесь значок что не хватает зерен здесь что не хватает воды и значок температура означает что для нужного действия машина нагрелась в данном случае мы можем уже готовить кофе и это обозначение что жмых заполнен контейнер для жмых заполнен и так давайте что приготовим наконец они это очень много разговоров допустим вас чашка не стояла здесь и вы хотите быстро ее нагреть в таком случае мы открываем по свободу наливается кипяток который можно использовать для приготовления американо либо для приготовления чая а я даже свое время когда она была моя домашняя машина заменял ее чайник и заливала такие вот эти заварочный чайник по 500 миллилитров но это было правда очень долго больше 150 миллилитров налить из него уже очень долго по времени и вот так вот соответственно вы обогрели чашку для эспрессо все можно сюда наливать спросим подкорректируем если высоту с надо нажимаем кнопочку если я один раз нажму кнопку только будет готовиться одна порция если нажму 2 то будет готовиться двойная порция и соответственно если я буду долго жать и не отпускать у меня пойдет настройка порционности то есть она будет наливаться пока я кнопку не отожму и после этого этот размер кнопка запомнит машина далеко не самая тихая однако за счет этого она и очень надежно то здесь не пытались каким-то образом кофемолку куда-то спрятать как-то звукоизолирует делать ее компактными здесь была задача сделать надежную машину и оно получилось если у нас дальше сайка рояль и сайка magic до рестайлинговые которым лет уже 18 до сих пор работают добывать мы поменяем там помпу поменяем расходники прокладки но капитального именно ремонта машин может даже не производиться на это время плюс опять же преимущество сайка этих версий для них есть все запчасти и то есть даже если вы купите труп для себя для своих целей чтобы его починить вам капиталка обойдется очень дешево раза в три дешевле чем швейцарцы и раза в два чем современный кофемашину это вот такая крыма на тебя поднесу ближе по настройке то что вы здесь не видите какого-то отдельного меню вот я начну что вы не можете в нашу машину подстроить может настроить и температуру и жесткость когда будет показывать что порося очистить и предсмачивание включить все это есть просто включать через технический режим инструкция технического режиме всегда сказано по эспрессо я думаю всем понятно это что это машина готовит классный черный кофе для автомата особенно это вверх с ними могут соперничать только швейцарские машины на основе большие и лучшие модели юры только они это честно для многих когда речь идет о коммерческом использовании сайка может быть даже будет предпочтительней чем швейцарцев силу дешевых запчастей легкого ремонта и то что его может починить любой автослесарь и это кстати не шутка и так я например хочу сделать пока латэ макеата для себя что мне надо сделать для этой машины повторюсь мы сейчас смотрим не только сайт magic deluxe но и том числе сайка royal digital даже нажать на кнопку пара и дождаться пока у нас здесь загорится температурный режим что все типо готова можете забивать далее есть такой секрет если у вас такой вот поддон как здесь а не на всех версиях сажали мэджика такой большой потом часто на старых версиях он такой обрезанный маленький нам очень удобно просто сейчас открыть кратку смесить остатки воды из бойлера она готова тих пор после этого вообще чем суть взбивания молока многие не понимают для того чтобы поднять пену не я сейчас не при идеальном буду пену просто пропаде персику и у нас должно пар поступать таким образом чтобы он перемешивался с кислородом чтобы если вы опустите просто вниз и будете сбивать у вас ничего не собрется вас будет просто договорить молока для этого надо именно привыкнуть сейчас попробуем делать не вряд ли видите я на этом за последний год я сейчас снимаю как бы сбивает третий раз поэтому пенка будет не идеальным не обидеться но тем не менее для в этом и театру очень прям высокую сделать наверное я не буду там задача не высокую пенку и подогреем опускаем теперь ниже все уже горячо как понять что нагрелось нужно вот здесь внизу уже становится ну так очень тяжело держать руку уже внизу очень горячо начать и для того чтобы крупные пузырьки исчезли протереть обязательно протирайте после этого снова нажимаем кнопку пара и мигает в температуре это значит что нужно сбросить и как раз когда дети спрашивают а почему у меня например филипсе минута да вот современных кофемашин с автоматическим капучина там то вот когда это наливается капучино вдруг идет начале вода а не молоко и том числе на нейтровиды долги именно потому что у них вы как бы там нет возможности вас взять и сбросить воду которая вначале слил вас эта вода в этих автоматическом шантрах большинстве него всех наливается в стакан но если вы используете мало молока то есть небольшую порцию то это сильно портит вкус некоторые машинки более у нас крутые современные они техническую воду когда находится у баки сливает в поддон то есть это касается не всех переливаем хватит и после этого для приготовления лата макет финально нажимаем эспрессо и и и и и Если переливается, то повторное нажатие остановит. Чуть-чуть у меня вышло. Все-таки я чуть больше налил молока, чем надо для этого именно бокала. Вот так вот можно приготовить. К чему я говорю? Некоторые покупают с подобными капучинаторами, они им говорят, что нельзя сбить. Буквально эта машина забрала за аренды несколько дней назад. Мне сказали, что мы не смогли сбить. Ну вот, пожалуйста. Главное понять суть. Чтобы у вас не просто бил пар в молоко, а чтобы у вас на поверхности шло перемешивание с окружающим воздухом. Тогда у вас и будет спенивание. Если вы низко опускаете, вы просто подогреваете. Все. Итак, давайте приготовим капучино. В большой чашке. То есть у нас пропорции будет, соответственно, молока будет больше. И дозировка здесь будет уже не эспрессо, а лунга. Вся та же самая процедура. Единственное, что можем сбить либо молоко больше, если мы хотим просто капучино, да? Либо мы можем его сбить наоборот меньше, превратив его в эмульсию. Но, к сожалению, у меня это не очень получается на этой машине. Ну вот, Борис это делает легко. Эмульсию делайте для того, чтобы сделать латте-ад, если хотите. То есть там прям ярко выраженной пенки не будет. Включаем нагрев пара. И еще вот, что могу сказать. Так это будет актуально для вас, потому что вы эту машину однозначно купите в его варианте. В домом, потому что ее не существует уже. Так вот, если у вас, вы слышали звуки, наверняка, как работал заварщик. Так вот, если эти звуки у вас не такие, а добавляется жесткое громкое скрежетание, намного громче, чем были звуки, или идет очень сильный стук, пластмассовый стук, это означает, что у вас закончилась смазка. И как бы вы можете еще готовить, но, во-первых, тогда каждый день обязательно надо заварщик мыть, потому что вода здесь выступает все-таки как частичная смазка, а, во-вторых, желательно искать срочно смазку. Либо в сервисном центре Кусаека, Филлипса, либо там, где ремонтируют кофемашину. Либо, если не хотите водиться, вы просто можете заварщик блок отнести, и вам все смажут. Так, все, у нас давно уже все готово. Очень крупные пузырьки взял. Панарелы друг от друга отличаются. Если вы неопытный барист, который абсолютно на любом паровике может сбить, то, что вы готовили долгое время на другом панареле, может сказаться, что, ну, например, здесь вы не идеально приготовите, как у меня. Все. Есть еще один такой секрет. Обязательно протираем. Вообще, это надо брать за себя привычку. А внутренняя часть у нас, которая там внутри, она как чистится? Мы когда выключаем, мы избрасываем температуру. Ну, и таким образом мы еще чистим отверстие. Если вы хотите, как бы, более такую жидкую делать пенку, вы можете для капучино, можете просто перелить друг друга. То есть здесь, в данном случае, вам прям не надо два питчера. Вы можете перелить просто и с помощью стакана. Главное потом, чтобы это было снова питчери. У нас, видите, уже поменялась структура. Она не такая уже воздушная пенка. Включаем кофе. Здесь капучино обратное. То есть, вначале наливаем кофе. И так, я думаю, нам хватит. Я не умею делать латте-арт, скажу честно. Никогда не хотел научиться. Все-таки я занимаюсь другим. Ну, соответственно, мы переливаем. Вот. И вот. У нас, то есть, задача капучино, чтобы у нас пенка, а вот она пенка, перемешалась кофейными маслами. В отличие от латте-маккиата, где у нас вкус самой пенки будет чистый. Вот какой-то уродец получился вместо сердечка. Вот. Соответственно, разные напитки совершенно. Вот их два вместе поставим. Смотрите. Вот это капучино, это латте-маккиата. И, кстати, переведи, пожалуйста, сюда. Ну, может, да, вот так повернуть пока. Как видите, сейчас, если видно, горит красным значок, то пора выкинуть жмех. Все. Итак, итог. Зачем вам покупать машину, которая БУ и новыми не будет? А три случая, когда эта машина прямо вот сто процентов. Первый случай. Вы хотите себе купить кофемашину домой, которая бы классно готовила черный кофе, и которая была бы, ну, вечно, реально в домашних условиях, если вы купите обслуженную машину, она со смазанной заваршим блоком, с проверенными жерновами, и с нормально работающей помпой, замененной либо проверенной, да, и вы ее будете просто декалицинировать, вы не задумаетесь о том, чтобы менять машину из-за того, что что-то не работает. Это раз. Таким вот похвастаться обычным бытовой машина все-таки не могут. Там годы через пять даже новая машина, ну, желательно все-таки к ремонтнику отнести, а лучше через три, чтобы ее и смазали, и прочистили внутри. Здесь такого не обязательно. Во-вторых, она легко разбирается. То есть вот эти все части, кстати, не волнуйтесь, что здесь ее чуть-чуть там уроните, ударите в нее металлический корпус. Основу, то есть металл внизу. Это все вы можете сами снять спокойно, обычными инструментами, обычной крестовой отверткой. И внутри все почистить. И это круто. У вас здесь доступ ко всему. Второй момент. Это офис. Это офис, где нужно, чтобы машина просто готовила, как черный кофе на поток. И самое главное, чтобы она готовила быстро. Как видите, она здесь готовит довольно-таки быстро. это модель. А если мы посмотрим эспрессо, то на обычной машинке эспрессо чуть-чуть дольше котелось. Но чем больше объем, тем больше эта разница заметна. И вот на поток она работает отлично. И отлично делает двойные напитки. Без вреда. Это второй момент. То есть это большой офис. И до сих пор это будет актуально, потому что офисные современные машины, новые, они очень дорогие. А так как в офисах не рекомендуется ставить автоматический купчинатор, и скорее всего, если вы ставили, вы придете к этому же выводу, что купчинатору лучше не давать в офисе пользоваться, исключение там приемный директор, например, да. Здесь секретарь готовит, или сам директор готовит, он же сам же ухаживает. То в таком случае, да, эта машина отличный вариант будет. Потому что до цены до 20 тысяч ничего лучше именно машин, которая работает на поток, вы не найдете. То есть это остальные варианты будут бытовые. И последнее, это общепит. Общепит наш все. Потому что очень часто сейчас просят поставить какую-нибудь машинку, предложить недорогую, но при этом, которая бы выдержала, ну, например, сейчас 20, а потом она вдруг будет потом 100. А вот он купит что-то более простое до 20 тысяч, и придется ему потом менять. А здесь это не придется. А решение с большими стаканами я уже объяснил, как делать. То есть покупается маленький пичер, или используется маленькая чашка для перелива. И все. Как видите, для меня никаких сложностей не составило сбить молоко. Вот. И если научиться, он тоже будет прекрасно это сбивать. Да, если у вас очень много чашек будет именно капучино, то тогда желательно рассмотреть версию именно Saika Royal Professional. То есть, так как Magic Professional не было. Но в остальных случаях, если у вас спрашивают не так часто капучино, и больше черный кофе, а таких много у нас в заведении, тогда это будет лучший вариант по цене и качеству. Всего вам хорошего, пейте вкусный кофе, покупайте правильную машину.